хорошая доктрина и кинтисацию одним ударом на повал вообще конечно это завораживает вы только представьте вы доносите на тело противника свой кулак или ногу подавите по нему и противник падает замертво или просто не может дальше продолжать бой ну нет ли квинтэссенция поединка шикарно ну вот чем я дольше на эту тему задумываюсь тем больше понимаю и представляю что не совсем что это доктрина и идеалистично не совсем она работает давайте представим такую банальную ситуацию вот люди тренируются между собой ну предположим что традиционщики и ортодоксы не участвуют в соревнованиях и поединках аргументируя ситуацию эту тем что карате было изначально придумано как артов киллинг и поэтому соревнования просто невозможны любые приемы приводят к увечьим летальным исходом и так далее ну как же и кинтисацию даже понятно но смотрите тем не менее есть такая ситуация карате когда люди отрабатывают какие-то техники в парах то есть обусловленные вещи ну один делает определенную технику например носит удар в голову а второй зная об этом ударе соответственно совершает защиту от удара в голову причем первый должен наносить удар со всей силы как только есть потому что уж если свободных поединков нет то по крайней мере обусловленную тему должен делать ну реально иначе совсем будет все просто профанировано если уж спаррингов нет нет свободного поединка где все может быть просто ужасно потому что противника можно подловить на удар попасть и убить его до и кинтисацию здесь все один знает какая будет атака другой знает какую применять будет защиту причем тот кто атакует почти всегда знает каким образом будет защищаться против него значит оппонент если это предположим так такие техники как кихоны понку мета или джуи понку метэ но может и не знать потому что только тот на кого нападают может знать какая будет атака ну вот и будет применять соответствующую технику защиты более продвинутых вариантах он будет знать только уровень атаки ну то есть джудан чудан или гидан и соответственно применять любой вариант за защиты получается как бы полусвободная уже тема но везде в любом случае подразумевается что противник совершает одиночный удар они серию приемов вот есть конечно такая тема как гухон кумитэ санбон кумитэ но там совершается не серии приемов она каждый шаг ногой до совершается техническое действие поэтому это не град ударов до летящий вот поэтому как серию приемов мы рассматривать это не можем любой гахон кумитэ санбон кумитэ это набор из ипонов кумитэ просто сложены в такую вот сам цепочку ну так вот самое главное чему приходим представьте себе такую ситуацию что тот кто бьет он должен наносить атакующую технику максимально хорошо идет аттестационный экзамен какой-нибудь и сводятся два совершенно разных оппонента то есть не те которые работали с друг другом в зале другу хорошо приспособлен они прекрасно представляют как будет действовать один на другой они могут заранее определенным образом как-то договориться они друг друга вообще не знают и от того насколько хорошо они продемонстрируют свою технику зависит то как будет сдан экзамен дан тест лета или экзамен на кю но рассмотрим лучше дан тест чтобы это были уже мастера реальные которых и кинхисацию мы же помним о чем у нас идет речь ну и вот тот кто бьет наносит удар максимально быстро максимально эффективно с максимальной силой и на секундочку просто предположим а такие ситуации бывают что защищающийся защищается неэффективно либо он выбрасывает блок там агиуки например или учуки или сотуки раньше или позже то есть ну позже сделал блок но удар уже достиг тело ладно если это счет тел а если это голова и вот как не здесь должно что произойти и кинхисацию должно здесь произойти понимаете потому что если мы хоть на миг допустим что тот кто бьет осуществляет максимальной степени контроль то есть увидят самый последний момент что противник не защитился и остановит свою руку не донося ее до мишени это будет говорить о том что удар то он на самом деле не наносил был все время готов к тому что постановить этот удар соответственно этот удар не мог бы быть в полной мере эффективен потому что удар должен был быть сокрушительный должен был наносить удар который приведет к чему и кинхисацию мы же помним вот но этого не происходит я сам много раз видел на дан тестах на киу тестах да что там говорить не то что видел я сам бил и меня били и попадали промахивались и все такое прочее ничего не происходило а тотально ну ребят где или вы считаете что ну вот мне вот сейчас вот 44 года меня 5 дан традиционного карате я занимаюсь всю осознанную свою жизнь в карате почти на макеваре и разбиваю доски пачками ломаю кирпичи ударами действительно очень сильный если я действительно захочу ударить человека я по нему попаду то это будет действительно сокрушительная техника реально иметь но тем не менее вот в таких ситуациях когда я попадал по человеку и по мне попадали такие же как я ничего фатального в общем-то не происходило понимаете ну и где здесь и кинхисацию или вы думаете что другие мастера которые вот которые другие которые просто говорят о том что у них и кинхисацию они способны на что-то больше ну давайте сейчас отбросим всех каких-то патриархов там таких вот которые там ортодоксы которые там главы школ там и не будем про них говорить там пусть они будут идеализированы такие типа небожители и у них все отлично получается они там действительно могут пальцем тронуть и будет и кинхисацию ну кто говорит об экинхисацию об экинхисацию очень часто говорят те кто за ним кто являются адептами занимающимися в россии в той же самой в разных самых школах и которые говорят мы не будем участвовать в соревнованиях потому что будет страшное что-то творится ну вот я говорю видел я не получается ничего страшного поэтому каждый раз когда вы услышите что вам какой-нибудь и сам товарищ будет говорить что он потому не участвует в соревнованиях что боится попавший а попав вернее по своему товарищу или там оппоненту наоборот его отравмировать к летальным там летальные могут быть исходы все это фигня потому что во первых если он во время над экзаменационных или товарищеских каких-то вещей отрабатывая кихонку митэ умел останавливаться в руку он умеет это делать и сделать и на соревнованиях если он не отрабатывал это и они работали только смертельные техники то и во время дан теста экзамена любое попадание будет вести должно вести к смерти вот и все вот здесь галимые противоречия и эти противоречия неразрешаем чем дольше времени проходит им я больше понимаю что они не решаются абсолютно никак вот так вот друзья я советую вам на эту тему задуматься думаю что когда вы проанализируете это то вы поймете что и кинхизацию может быть но для ну не каждый прием к нему приводит абсолютно и точно такой же и кинхизацию может быть в обычном спортивном поединке если будет нанесен четкий точный и сильный удар вот так понятно друзья там идут похоже мне надо закончить